здравия и процветания это мой краткий обзор реакция на 22 серию второго сезона сериала вспышка или просто flash в зависимости от того как предпочитаете и сейчас будут спойлеры просто мега страшные так что если вы еще не смотрели и боитесь спойлеров бегите спасайтесь со скоростью flash у меня с каналом cw некоторые перегонки практически как у флэша зумом то есть я буквально еще часа не прошло как опубликовал видео с теориями относительно того какие события должны осуществиться в 23 серии как смотрю уже появилась свежая 22 серия а и так 22 23 серия это завершающие серии второго сезона и до 23 серии должны были осуществиться определенные события которые смогли бы подытожить все происходившие ранее в сериале я сделал 10 предположений плюс еще 4 возможных таких более отдаленных предположений последним пунктом являлась смерть джо веста почему я выбрал джо веста а не генри аллена по той причине что генри аллен то есть актер который играет генри аллена играл флэша в сериале 90-х и возможно я думал что генри аллена сделают флэшом и джем гариком для земли 2 это было мое предположение поэтому я ставил на смерть джо веста они на смерть генри аллена однако сценаристы решили по-другому они поиздевались буквально над зрителями они сделали как он познакомился с маги а то есть с той кто была его главной помощницей и научным консультантом в сериале flash 90-х сложная запутанная ситуация если интересно сравните все-таки сериал flash 90-х и нынешний сериал flash сейчас у флэша барри аллена есть целая команда которая ему помогает там и вэлс там и циска и так дальше у барри аллена 90-х которого играл актер который в нынешнем сериале играет генри аллена у него была всего лишь доктор маги здесь же она просто как сторонний персонаж который да существует у нее есть mercury labs то есть какая-то альтернативная научная лаборатория central city и здесь их познакомили то есть можно было я думаю все моя теория оправдывается сейчас он с ней подружится получит силу скорости отправиться на землю 2 и будет воспроизводить сюжет сериала flash 90-х но сценаристы его убили это нужно было сделать то есть неважно кого нужно было убить но нужно по тому как сценаристы делают потому как они ведут стрелу потому как они ведут легенды я знал что они кого-то убьют просто это было само собой разумеющимся фактом мотивировать флэша можно еще сильнее только убийством кого-то из его близких это они и вложили в уста зуму когда зум объяснял зачем он создал вымышленного персонажа джей гаррика и это они демонстрировали в первом сезоне и даже во втором на примере матери барри аллана поэтому сейчас убийство его отца это то что надо просто я ошибся не того отца они убили но ошибся ненамного советую все таки перейти и просмотреть мои теории также пока еще не подтвердилась теория о появлении команды стрелы появление команды легенд да эта теория больше относилась 23 серии они 22 здесь все равно я предполагал что будет некая битва этой битвы как таковой также не осуществилась больше того метод человечность джейси квик также была поставлена под большое большое сомнение и воли вест также не проявляет силы вот воли вест не проявляет силы под конец воли вест узнал что барри аллан это флэш и возможно воли вест повторит судьбу комиксовского хантера соломона комиксовский хантер соломон комиксовский профессор зум то есть тот кого в сериале представили и как зума и как обратного флэша вот этот аналог из комиксов он изначально в принципе позитивный он изначально хотел быть просто флэшем а потом стал реверсивным флэшем обратным флэшем и возможно я уже в предыдущем видео высказал идею что у воли веста будет желтый костюм и возможно здесь не только цвет костюма будет как у обратного флэша а и концепция воли веста будет близка концепции обратного флэша возможно он сейчас займется наукой или как и его сила скорости будет сродни силе скорости обратного флэша это мое такое предположение которое логично конечно сценаристы могут на него наплевать и так да они победили и посадили в тюрьму сирену это было интересно интересной была сцена когда наши так сказать то есть кейтлин сноу и циска земли 1 изображали из себя киллер фрост и реверба земли 2 интересная сцена как они обрабатывали канарейку то есть сирену и как она их вывела на чистую воду интересные сцены общения барри аллана и зума но идиотизм полнейший зум должен разрушить starlabs или по крайней мере осадить им это люди должны не бегать по централ сити и разрушать никому не нужное здание а уничтожить starlabs то есть главный источник опасности для зума зум увидел что флэшу вернули скорость зум должен быть в ярости потому что вот себе только представьте для зума занозой в заднице был барри аллан теперь он узнал что ему вернули скорость которую он с таким трудом у него отобрал больше того если ему вернули скорость почему им тогда на своей машине не воспроизвести то есть зум должен быть в ужасе в панике что они сейчас на штампуют просто флэшик и его забьют несчастного он должен их зум дебил он уничтожает не то что надо то что он убил отца барри аллана это ну да если зума выставлять как маньяка туда нормально но вообще если бы зум был разумен он должен был уничтожить starlabs должен был бы уничтожить циска вэлса хотя бы их допустим барри аллан это его так сказать главный враг с которым он должен долго и нудно сражаться кейтлин это его недолюбовница ладно их можно оставить но циска и вэлса он обязан уничтожить и квик также в принципе а так это война зума и флэша больше похоже на ролевую игру когда пришли днем поигрались в войну потом разошлись одни себе празднуют другой себе еще чем-то занимать больше того в этой серии зум сам открыл портал на землю 2 это что за бред в предыдущих сериях часть сюжетной проблемы строилась на том что только циска смог открыть портал потом не объяснили как зум обратно смог открыть портал чтобы вернуться на свою землю ну ладно можно было предположить что тот портал который открыл циска остался открытым и зум сбежал через него или что там осталась какая-то брешь которую легко использовать но здесь зум открывает портал полицейском участке там циска не открывал портал что за бред как сценаристы почему они не состыкуют хотя бы придумываемый ими вот этот весь хаос можно было состыковать можно было изобразить что он быстро бежит и пробегает тот портал не было бы претензий но так не состыкова куча еще куча несостыковок по ходу фильма вернее серии несостыковки и смета людьми и короче в общем что есть то есть напоминаю что это не обзор это реакция обзор на эту серию это вот я чисто сейчас просмотрел и какие-то соображения которые возникли делюсь настоящие обзоры будут чуть позже сейчас готовы на от первой до десятую серии второго сезона и в ближайшее время конечно будут сделаны и остальные серии второго сезона также первый сезон и также я все таки доберусь и до флеша 90-х поэтому советую переходить на мой канал подписываться и прошу делиться моими видеозаписями успехов осознанности и не будьте такими дураками как зум или баранами оленями как баран олень будьте разумными и да прибудет с вами разум источник которого на моем канале посему переходить